МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вера Валентина, а вот что Андрей Рожков там сейчас делает? Тоже делает, валяет валеночек на шаблоне, то есть он делает первую операцию. Там последовательность четырех этапов состоит, да, валяние вот такого валенка сувенирного, и он сейчас занимается уплотнением этого валенка. То есть сначала что мы берем? Вот покажите нам, пожалуйста, процесс от самого начала. Пожалуйста, мы взяли пленочку, взяли вот такой вот шаблончик, у меня на него здесь выложено, да, выложили на него два слоя шерсти, пропитали это мыльным раствором, затем закрываем так вот аккуратненько пленочкой, все это уплотняем хорошо, переворачиваем, таким вот образом делаем, выравниваем вот эти вот слои, то есть закрываем их, снова пропитываем мыльным раствором, и начинается процесс валяния. Вот этот процесс называется валянием мокрым способом. Еще есть валяние у нас сухое, но, ребята, как бы с ним сложнее работать. Вот на данный момент у нас мастер-класс по валянию мокрым способом сувенирного валенка. То есть вот это надо руками вот так вот формировать, да, или что это? Чтобы он припосаживался очень хорошо на шаблоне. Когда мы поймем, когда у нас готов процесс, то есть процесс закончен, когда шерсть будет очень плотно лежать, схватиться, и не будет совершенно двигаться по шаблону, тогда уже мы берем, разрезаем шаблоны, и вот получается вот такая заготовочка. Из этой заготовочки путем доваливания уже в руках с помощью горяченькой водички вот идет доработка, чтобы процесс завершения получился у нас до такого результата. И бывают у нас заказы, небольшие, правда, заказы. Вот у нас калейдотеатр заказал 23 шапочки, мы сделали ему как бы на заказ, справились с заказом, устроились. У нас заказывали жилеты для интерната для престарелых, 136 штук. То есть мы делали эти жилеты, мы справились с заказом. Ну, только небольшие как бы партии, тапочки у нас заказывают небольшими партиями, там, ну, две пары, пять пар, может, вот так вот. То есть мы это делаем, такую продукцию мы делаем. Друзья, то есть кому нужны валеные шапочки, жилеты, валенки, варежки, можно обращаться вот сюда в благое дело, и посмотрите, какая красота получается. Наш оператор сейчас покажет вот то, что лежит на столе, бусы, брошки, можно это и в голову тоже, да, волосы украсить. И вот такие тапочки, ну, это еще как бы заготовочка такая до конца, но еще здесь будет шнуровка, то есть еще будет дизайнер с ней работать, будет украшаться это все. Но дизайнеры это мы, что называются, называем себя дизайнерами. Но вот очень теплые, во-первых, это натуральный продукт, это лечебный продукт, здесь не используется никакой химии, то есть натуральная шерсть и вечья, плюс детское мыло, все, абсолютно больше мы ничего сюда не добавляем. Валенки носки, тапочки эти носки, хватает на два с половиной года. Если еще подшиваются, вот нижняя часть дермантином у нас еще, то есть практически их можно проносить и до пяти лет, когда подшиты они снизу. Очень теплые, снимают болевые какие-то ощущения, очень полезны при варикозном расширении вен, при заболеваниях в суставах, потому что шерсть действительно натуральный продукт, и он работает на человека. Очень большой терапевтический эффект. У нас сегодня в мастер-классе участвует заслуженная бабушка всей Руси, артист уральских пельменей Андрей Рожков. Андрей, вы почувствовали себя вот уже сейчас особенно бабушкой? У меня мой дедушка, мой прадед мой, у него была валеная фабрика, это совершенно серьезно. Я все думал, как же это делать в варенке. Вот, сейчас ремесло возвращается в семью. Да, 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 ремесло валяне. Осваивайте новую профессию по валяльщикам. Я до этого дурака валял, а сейчас, вот видите, валенки валяю. Вера Бандина, у вас подопечная какого возраста? От и до? У нас от 18 до 56 лет. То есть, как бы, группа разновозрастная, но живем мы дружно. Да, живем мы дружно, нам весело. Мы учимся работать команда, и работаем команда, и помогаем друг другу. Поэтому ходим друг к другу в гости, ходим вместе на какие-то мероприятия, на концерты, ходим вместе на музей, на выставки. То есть, у нас хорошая дружная команда. Спасибо вам большое, ну и сейчас мы дождемся результатов. Я же не опытный валяльщик. Да, она уже вторую. Валяльщик. Да, она вообще молодец. Процесс идет? Вера, проверяй, говори. Да, ногу получше. Да, процесс идет. Процесс идет. Но слаболата, да? Но слаболата. Слаболата. Как понять, что изделие готово, то есть оно на шаблоне должно лежать плотно. Вот прям вот так вот берем, если нет никаких складок, оно не двигается, то оно провалено хорошо. У вас оно как бы живое. Живое? Ну, уже начинает схватываться. Осталось буквально, не знаю, там, пять минут ударного труда. А во сколько у вас заканчивается смена? Уже чувствую, что... Мы еще работаем. А надо давить? Да, обязательно. Прямо сильнее, чем сильнее? Да, сильнее силу применять. Делать, ну, с таким хорошим упором. И почаще переворачиваем. Это хороший массаж, между прочим. Каждый день вот так вот работает с материалом. Видите, какая он фактура. То есть он бывает и мягкий, и жестковат, и все. Первое полотно, как по легенде, было в новом ковчеге свалено. Там было очень мало места, когда овцы ходили, значит, шерсть своя, снизка, она сваливалась. И ее так ножками своими копытями отрутали. Да, и вот это было первое шикарнейшее полотно мощное, которому сноса не было на все века. Я выступаю сейчас в роли овцы, как раз той. Копыта. Валенок. Молодцы, прямо, да? Да, прямо, молодцы. Сейчас мы его разрезаем полностью. И процесс идет дальше. Процесс дальше пойдет. Я думаю, что на этом уже, или будете все-таки. То есть он готов практически, да его так разрезать, разрезать? Думаю, жена, он вас научит. Вот так разрезать, да? А потом что, как раз дырку там сделать? Ну а как дырку-то? Сейчас вот так вот разрежу пополам. Вот так мы возьмем вот так вот сейчас и снимем вот так вот. Вот. А, там внутри это? Да, внутри шаблончик. Ё-моё, я думал... Я думал, надо еще там карандашом продыркивать дырку. Валентина, а вы сами вот этой премудрости сколько лет учились? Мы учились, у нас здесь идут семинары трехгодичные, так что я как бы еще не закончила учебу, продолжая учебу. У меня как будто год еще остался обучение. И в процессе вот этих семинаров мы работаем абсолютно во всех мастерских с разными материалами. То есть это все процесс учебы семинарный. Потом, естественно, мы пишем работы, учимся, ставим экзамен и так далее. Поэтому вот это все в процессе семинаров. Ну, вам же нравится вот валянием заниматься. А что вас в этом привлекает? Понимаете, это такой материал очень... Вот он теплый, уютный, он радостный. С ним очень приятно работать. Он таким теплом вас вот согревает буквально теплом, вот этим уютом. И настроение у вас постоянно... Хорошее настроение, даже если вы пришли, может быть, да, там, ой, дождь прошел, что-то грустно стало. Сюда пришел меняться абсолютно все. Смотрим, да, на цветовую гамму. Она всегда у нас яркая, насыщенная. Мы начинаем работать с цветом. И от этого улучшается и психоэмоциональное состояние, в том числе и у ребят. Потому что, ну, разное бывает настроение, ну, что поделаешь. Ну, вот этот материал начинает работать и дарит нам. Дарит тепло, дарит уют, дарит хорошее настроение в том числе. Поэтому нам очень... Вообще с шерстью работать весело. И мы в процессе работы иногда и поем, и стихи читаем. То есть у нас тут активный такой процесс идет. Мы не сидим а так вот молча и так вот чуть-чуть не валяем. То есть у нас такое постоянное идет движение. То есть у вас как в стародавние времена, как девушки вышивали, лепряли, бели. Вот то же самое мы, да, мы поддерживаем эту традицию. Так, что-то уже перестали. Берем карандаш, Надюшка, помоги, пожалуйста, карандаш. Ну, сила-то мужских рук. Немножко силу не рассчитали, но ничего страшного. Так, что надо делать с ним сейчас? Сейчас проверяем. Все там в порядке внутри? Так, осторожно, Надя. Просто он там схватился, слипся. Сейчас, наверное, этот чай затрет. Нормальный? Нормальный. Мастер сказал, нормальный валенок. Нормальный. Такие красно-белые валенки, они бы Деду Морозу, наверное, подошли бы, да? Да, да, да. Ну, с удовольствием берут для украшения елки. Вот это как новогодняя игрушка идет. Иногда вот духи-пробники вставляют, туда записки пишут. Вот, то есть у всех фантазия богатая, у кого на что хватает фантазии. Таким образом они... Ну, все уже, процесс как бы, да, в правильном направлении движетесь. Процесс идет в правильном направлении. А как их сушить? Сушатся они на батарее у нас обычно, как бы, да, мы оставляем. То есть никуда-то специально мы их не ложим на батарее, просто выкладывать, сушатся все. Да, вот высохли, вот такая у них получается форма. О! Да. Все мы потом расшиваем бисером, бусами. Да, на складе у нас там есть расшитые валеночки, можете посмотреть. Андрей, какие у вас впечатления, во-первых, от валяния валенкой, во-вторых, вообще от посещения благого дела, от знакомства с этим проектом? Впечатления вообще какие-то радужные, радужно-радостные какие-то, я не знаю. Я в течение трех часов сидел, улыбался, не мог вообще сдержать эмоций. Хорошее такое место, очень светлое. По поводу валенок я ничего не могу сказать. Замечательно, очень красивый получился продукт. Если кто-то купит этот валенок, пусть эти деньги пойдут на благое дело. Вот такие чудесные валеночки получились у участников этого веселого мастер-класса. Ну, а серьезно об организации «Благое дело» мы беседуем с ее генеральным директором Верой Игоревной Семаковой. Вера Игоревна, здравствуйте. Здравствуйте. Огромное спасибо, что позвали в гости. Было очень интересно познакомиться с вашим проектом, о котором мы только слышали. Я знаю, что вы участвуете, например, в проекте «От сердца к сердцу» православной службы милосердия. Вот замечательные валеные вещи, такие, еще были прекрасные. Мы можем видеть на первом этаже храма на крови, там, где люди могут их приобрести, ну и хоть чем-то помочь. Я так понимаю, что проект, который вы возглавляете, сейчас нуждается в помощи. Да, мы очень надеемся, что найдутся люди, и сейчас уже находятся люди, которые помогают. Но, наверное, сейчас ситуация такова, что действительно мы должны просить, просить о помощи и говорить, что вот сейчас, ну вопрос спасения, идет вопрос, а будем мы существовать или не будем. Наверное, стоит немножечко рассказать о проекте. Он действует с 2005 года. Он подразумевает социально-педагогическую реабилитацию детей-инвалидов и взрослых инвалидов. Если я не права, поправьте, пожалуйста. Проект с 2005 года, и создан он прежде всего для социальной инклюзии людей с ментальными и психическими нарушениями, проблемами или какими-то генетическими. То есть как раз для тех людей, у которых есть особенности и сильно открытое сердце или душа, или которым не так просто в нашем мире, и которым действительно нужна особая поддержка и теплота для того, чтобы они могли быть частью этого мира. Ну а для любого человека самое главное, наверное, это иметь возможность что-то делать для другого. Тогда он может чувствовать себя человеком. Поэтому, в общем-то, мы и создали, это была просто группа, педагогическая группа, театральная студия, начиналась с театральной студии. И занимались мы достаточно много творчеством и искусством, а потом стало понятно, что людям нужно работать. И это настолько важно, просто жизненно важно. И с 2006 года вот на базе как раз уже вот этого дома, в котором мы сейчас находимся, были созданы первые художественно-ремесленные мастерские. Это была деревообрабатывающая мастерская и швейная. И дальше, когда с каким энтузиазмом стали ребята работать, это именно после 18 лет. То есть здесь сделано всё для тех людей, когда они вышли из школы или просидели, ну когда они перестали быть детьми. Что дальше? Вот, и именно таких людей мы ждём. Сейчас, правда, к нам приезжают и 11, и 12, и 13-летние ребята для того, чтобы каким-то образом приобщиться к труду. Это тоже можно делать, и вопросов очень много. Но, к сожалению, у нас не хватает, не не хватает, у нас нет сейчас финансирования, заработной платы, и специалистам очень трудно, и специалисты уходят. И вот мы закрыли две мастерские недавно, свечную мастерскую и бумажную. Это вот, ну, трагедия на самом деле. Правда, мы надеемся, что, в общем-то, пока это можно восстановить, пока ещё можно всё восстановить. Сейчас у нас работает четыре мастерских. Деревообрабатывающая, швейная, мастерская шерсти фетра и керамическая. А вообще их может быть семь, то есть это деревообрабатывающая, ещё дополнительно бумажная, свечная и мастерская по уходу за домом, такая бытовая, соцбыт, реабилитация определённая. Вот, люди у нас самые разные, как я сказала, с психическими, ментальными нарушениями, но также и люди, у которых после аварии, например, и которые лишились рук, или какие-то другие проблемы с передвижением, то есть, или люди с церебральным параличом, то есть, с различными заболеваниями, когда человеку нужна дополнительная поддержка и возможность творить и работать. Вера Игоревна, скажите, пожалуйста, чем наши зрители, которые живут не только в Екатеринбурге области, но и по всему миру, могли бы вам помочь? Каким образом? Может быть, выйти на сайт? Может быть, там есть какие-то контакты, реквизиты? Как практически это сделать? Сейчас у нас есть сайт, деланаблаго.ру, деланаблаго.ру, без промежутка. Там всё про нас написано, очень много разных историй про то, как мы живём. Там есть наш счёт. Мы будем очень благодарны всем, кто сможет перечислить какую-то финансовую поддержку на этот счёт. И маленькой помощи не бывает. Поэтому любая помощь настолько нужна и настолько важна сейчас. Мы правда очень надеемся, что благодаря этой передаче или ещё что-то появится, родится круг друзей благого дела. Людей, которые понимают, как это важно, и которые хотели бы, чтобы мы жили дальше, и чтобы у всех людей было будущее и возможность делать для другого что-то. Поэтому огромное спасибо, что вы приехали. огромный такой вот тёплый привет и с надеждой, с надеждой, верой и любовью ко всем зрителям. И огромнейшая просьба, если есть возможность, рассказывайте про нас. Говорите, что всё можно, что всегда есть надежда, что у любого человека есть будущее. И каждый человек может делать что-то прекрасное. И что мы друг у друга очень нужны. Очень. Спасибо вам большое. Дорогие друзья, мы с вами побывали в уральском городе Верхневенске. Это социальная организация «Благое дело». Она помогает в реабилитации инвалидов. И сейчас сама нуждается в нашей помощи. И не бывало ещё ни разу, чтобы зрители телеканала «Союз» кому-то, кто просит о помощи, не помогли. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова